Какие здания выдержат у нас при прямом попадании и какие точно просто сложатся, как карточные домики? Мы же не будем пугать народ. Русские бомбят Киев, мать городов русских. Понимаете, ужас в чем. Это расчеловечивание и это варварство. Если разбомбить, потерять Киев, это будет очень невосполнимый для славянской культуры, невосполнимый пласт. Когда показали вот этот вот удар, я понимала сразу, что какое-то количество людей погибло. Они думают о новом строительстве с точки зрения следующей войны. Украинские архитекторы очень хорошие архитекторы. Давайте отстроим Мариуполь заново. Это будет лучший город в мире, лучший. Ну, кто такой Путин? Малообразованный человек. Вы где-то говорили, что из тех, с кем вы учились, остались в профессии всего несколько человек. Но это во время 90-х. А потом люди возвращались в профессию, да? Многие вернулись. Классно, классно. То есть с архитектурой так можно. То есть можно через какое-то время вернуться. Ну, потому что, допустим, если ты хирург, то вряд ли ты вернешься через 10 лет в профессию, правильно? Ну да, но можно по-разному вернуться. То есть не обязательно прям быть уже строителем, ну, с архитектором, который работает на стройке, который знает там всю подноготную. Можно в архитектуре сейчас много направлений. Ну, вы знаете, когда-то был один архитектор. Только архитектор и все. Он делал все. Он строил все, делал интерьеры, ландшафты, мебель, все. А потом это все стало, ну, делиться. Ну, так же, как сейчас врачи. Ну, раньше один врач, он делал все, он лечил все. А теперь миллион врачей, и так же и в архитектуре. Если про Украину, да, то есть вот вы когда изучали направление в институте, да, то есть и вообще изучали европейскую архитектуру, вот та архитектура, которая в Украине, это что? Это модерн или это что? Это вообще про что? Там очень много. Там про все. Там про все? Там и разные пласты по времени? Там прям пласты, пласты, да, начиная, ну, там, с Киевской Руси, до, там, модерн там тоже очень прекрасный, начало века, там есть модерн в виде особняков, модерн, ну, классических больших общественных зданий. Там есть конструктивизм, там есть все, по сути. Все пласты вот до сегодняшнего дня, все есть. Вообще, конечно, если брать Украину, это больше Европа, чем, ну, это отличается от России в общем и целом. Конечно, ну, если мы не говорим конкретно о Петербурге, там, или о части Москвы, вот, вот это направление, в Европу, оно очень чувствуется в архитектуре. Ну, те же княжеские, знаете же, там есть замки, да. Такие же, как в Европе, там, со рвами, со всеми делами, и вот это все, да. Поэтому... И есть в то же время город Чернигов, да, который из старых-старых сказок, да, и который там практически уничтожен был, и где какие-то, наверное, вещи сохранились еще совсем старые, древние. Вот, к стыду своему, я была в Украине один раз, не только в Киеве. Я помню, конечно, то, что я изучала, ну, мне нравится изучать каждую там страну, и смотреть планы, и смотреть какие-то там исследования, передачи. Ну, все, что ты читаешь, это как бы такой общий бэкграунд. Но специально Украину, да, то есть я не обследовала, не ездила, не изучала. Вот, то есть я не могу считать себя специалистом по украинской архитектуре точно. Вот. Но вот сейчас я смотрю очень много, и ты не можешь отключить в себе архитектора, ты все равно смотришь еще с точки зрения, это такая профдеформация, да, определенная. Да. И ты смотришь, о, вот это период такой-то. Вот, такой-то период. Когда мы здесь, в Доме 36, сделали выставку, вы были же, помните? Художников, которые продавали свои работы для того, чтобы деньги пошли в фонд помощи Украине. Да. Да. Вы были одним из организаторов этой выставки. Да, я помогла, чем могла. Да. Вот. Но там был такой момент. Прямо за несколько дней перед выставкой нас нашел наш старый друг, художник Саша Обедин. Угу. Он сейчас живет в Харькове. Раньше жил в Алмате. Жил в Алмате. Потом он какое-то время, мне кажется, жил в России. Вот сейчас оказалось, что он живет в Харькове. Он позвонил нашему общему другу, ну, в смысле, там, так, по цепочке мы все нашлись. И он сказал, что хочет, чтобы все работы, которые были здесь в Казахстане, были проданы ему, что ему ничего не нужно. И чтобы мы все эти деньги направили на помощь Украине. Отдали посольству. Вот. И, естественно, когда я услышала, что он там, в Харькове, которые в тот момент бомбили страшно, я позвонила ему ночью, мы связались, и он мне рассказывал. И если вот про архитектуру... Первое, знаете, что он мне сказал? Что рядом... Я его спрашиваю, как ты... Там... Бомбят. Насколько ты далеко от этих бомбежек. Надеюсь, ты... Он говорит, я не могу называть. Нас очень просили не говорить адреса, да, ну, улицы, названия. Но рядом со мной разбомбили дом. И первое, что он сказал, он бы тебе понравился. Я ему говорю, Саша, к черту дом. Главное, что, в смысле, твой дом цел. Он говорит, да. Ну, это дом, это ранний модерн, Жанна. Это ранний модерн. И, конечно, ну... Я ему говорю, люди живы. Ладно, дом, люди живы. Он говорит, я не знаю. Раскапывают. Но от дома не осталось ничего. Вот. В принципе, и то, что мы с ним потом обсуждали, насколько крепкие подвалы этих домов. Они крепкие. Он сам живет в доме уже сталинского типа, но тоже это довольно крепкий дом. И там он довольно крепкий подвал. И сейчас вот он передал через друзей, что они там какой-то соседний подвал раскопали. В общем, что они в безопасности. Это вот недавно он передал, да, уже? Да. А работы, кстати, тогда его продались или нет? К сожалению, мало. По-моему, только две работы мы продали. Там было много. Одиннадцать, по-моему, работ. Но две продали. Но две мы продали, да. Но мы продали очень много работ других. В целом, да. Собрали, да, хорошую сумму. Вот здесь ребята, вы знаете, волонтеры, они тоже здесь в этом доме 36. Они уже много что закупили. Но еще деньги даже остались. Мы сейчас там попросили вот эти жгуты, знаете, специальные медицинские, которые там держат, и которые ты сам себе можешь. Вот. И они сейчас ищут эти жгуты. Часть денег должна уйти на них. Ранний модерн – это какого времени постройки? То есть когда это было? Начало века. Начало двадцатого века, да? Да. Вот. Потом он, знаете, он в сердцах сказал потом улицу. Потом он говорит, так, к черту. Но я прям чувствовала, что ему хочется сказать. Он говорит, к черту, потому что на самом деле они уже бомбят, куда попало. У них уже, по-моему, нет никакой наводки. И он назвал эту улицу, к сожалению, сейчас забыла. Это улица наша, мы где сидим, как называется? Борибаева, да? Борибаева. Вот здесь где-то рядом есть Габдулины, да? По-моему, это были купцы. Да. Там такая же улица и тоже такая фамилия, она очень известная. Это тоже были купцы. Такие промышленники уже. Вот. И они построили почти всю эту улицу. Там много значимых зданий, построено ими. Вот. Это центральная улица. И когда он мне это сказал, когда он мне сказал ранний модерн, ну, первое, что мне пришло в голову, он сказал, Саша, ты же в центре. Это значит, что ты в центре. Он говорит, да, я в центре. И вот тогда он сказал, к черту. Ну, я не знаю. И назвал мне улицу. Ну, то есть мы же понимаем, да, что ранний модерн, ну, в смысле, все значимые такие здания, такие стилистические, важные, они находятся в центре, всегда в центре городов. Вот. Ну, и это говорит о том, что они бомбят центр. Можете себе представить дом наформанного Кабанбай-Батыра? Ну, да. Да? Вот этот дом со шпилем. Да. Вот представьте, что его разбомбили. Не дай бог. Да. Но я по уровню значимости градообразующие дома, которые определяют нашу среду, которые для нас, ну, является... Ну, вот. Поэтому я думаю, что Саша так распирала его. Он присылал фотографии, я могу потом вам передать. Да. Херсон – это было одно из направлений вторжения. Да? То есть, когда российские войска перешли границу, они двинулись на Киев, они двинулись на Херсон, и они со стороны Крыма и Белоруссии они входили еще, да, и они вот так называемые ДНР, ЛНР, да, и вот Мариуполь, да. То есть, Мариуполь – это город, который, ну, наверное, пострадал вообще больше всех. Я думаю, что ничего не осталось от Мариуполя. Вот это самая история с Мариупольским театром, который размомбили, где была надпись дети, где погибло много людей в подвалах, но, к счастью, там часть людей остались живы, и часть людей все-таки оттуда потом эвакуировали. А вот что такое, вот вы понимаете, Жанна, что такое вот этот театр, то есть, вот это здание театра, и вообще, скажем, ну, и опять же, именно в Мариуполе разбомбили музей имени Куинджи, да, то есть, и где вот работы, его работы эвакуированы были, но где был Айвазовский, которые работы Айвазовского там погибли, работы украинских художников погибли, да, то есть, личные вещи Куинджи погибли, то есть, вообще говоря, вот Мариуполь и его вот архитектура, его вот, скажем, часть. Знаете, когда показывают картинки не театра, это часто просто такая советская уже застройка, знаете, видели, да, там такие микрорайоны советские, да, да. Ну, ты просто, у меня эта деформация, потому что я просто представляю, сколько в доме людей, сколько живет. я сразу считаю подъездами, там, этажами, и там, вот. Но если говорить о театре, и вот как раз на театре, когда вы спрашиваете, как я себя чувствую, я, знаете, три месяца, вот, январь, февраль, март, апрель, четыре, да, вот, держалась совершенно, думала, что я держусь, все нормально. Вечером накануне Мариупольского напали на моего дядю здесь, и я немножко, в общем, ну, конечно, я была в шоке. В смысле, это криминал был? Да, криминал, просто на улице нападение было совершенно неожиданное, нет, но не будем об этом. И вот я просто приехала из клиники, меня немножко трясло, и не могла спать, и вот под утро я прочитала про Мариуполь, и вот, наверное, в этот момент, где-то на три дня я выпала прям сильно, и все время была мысль, сколько выдержит подвал. Я знала, что там дети, и они должны были быть в подвале во время сирены, я думаю, что они должны были быть в подвале, и вот это вот прям. И я знаю устройства таких зданий, все классические здания такого типа, они похожи, и была надежда, и вот это только надежда прям. И потом, когда я понимала, что когда показали вот этот вот удар, я понимала сразу, что какое-то количество людей погибло. ну и как сейчас мы понимаем, это было 300 человек. Но большая часть спаслась. Спаслась почему? Из-за того, что перекрытия выдержали вот эти, да, то есть грубо говоря, это было хорошо построено? Это было хорошо построено, это были очень глубокие подвалы, обычно так строились, то есть ниже уровня земли эти подвалы. Ну, я не делала, конечно, прям анализы зданий, но уровень постройки очень серьезный, то есть я думаю, ну, если сравнить с нашим оперным, не знаю, ходили ли вы там тоже по нашим подвалам, подвале, вот, но будьте здоровы, но прямое попадание, прямое попадание такой мощности, невозможно было бы, снаряд был такой мощности, что все равно часть этих подвальных помещений была обрушена, просто спаслись те, кто были там дальше, наверное, по краям, я не знаю, потом у меня не было сил читать про все это и там глубже изучать, вот, но надежда была, что большая часть людей выживет, вот, поэтому когда ты смотришь, допустим, я смотрела какие-то здания не современной постройки, ну, годов 70-х, 80-х, модернили уже, и там было видно, что здания спасли хорошие качества постройки, хорошая арматура, правильные, ну, правильные решения, и вот большой снаряд попадает, видно, вот, прямо обрушение части здания, но если бы это была хрущевка такая, то есть панелька, или там качество было бы не очень, или современные было бы здания, вот, которые сейчас расстроятся, обрушение было бы полным. какие здания выдержат у нас при прямом попадании, и какие точно просто сложатся, как карточные домики? Тогда может, не будем пугать народ? Хотя бы какую-то понять картинку реальности, в случае чего? Ну, знаете, я изучаю, я сейчас изучаю город, делаю такие исследования на предмет землетесений, у нас тоже много серий, у нас нет такой истории строительства, как такой архитектуры, как в Киеве, там, Мариуполе и других городах, вот, наша история более молодая, и допустим, есть совершенно старые постройки дореволюционные, ну, они не выдержат никак, если нет подвала, ну, даже с подвалом, ну, в общем, мало шансов, давайте просто начнем оттуда, да? Да. Это деревянные постройки, ну, шансов, как вы понимаете, мало, ноль, как можно сказать. Если мы говорим, дальше был конструктивизм, их всего несколько зданий, это Гинзбург, это здание, которое я мечтаю отреставрировать и везти их обратно в исторические хроникарты туристические. Это какие? Это конструктивизм, это Гинзбург, это буквально несколько зданий, главпочтам, и дом, бывший дом правительства, который ныне Жургеневка, театрально-художественные институты. Сейчас это выглядит так страшно, но это были прекрасные здания, прекрасные демократической архитектуры начала века, 20-е годы, 20-е, 30-е годы. Значит, они выдержат по крайней мере многие части, подвалы. Я видела несколько реконструкций, когда там проводилось, и меня звали там на консультации, и там очень крутые конструкции. Очень. Даже в то время это было построено. И там должен был быть переход, я не знаю, жив ли он, засыпали его или нет. То есть и там есть подвалы, и они выдержат, скорее всего. Вот. Ну и дальше мы говорим про когда архитектуру откинуло назад в имперский стиль, и это сталинские здания, они кирпичные, у них многие из них тоже довольно основательно построены. С точки зрения землетрясений не факт, что они выдержат, но с точки зрения бомбежки. Вот. Проблема в том, что все подвалы этих зданий заняты под что-то, и эти подвалы нужно освобождать. Эти подвалы нужно вернуть людям и сделать снова бомбоубежище. Вот в моей квартире это было бомбоубежище. Было. Они были бомбоубежищами. Там до сих пор висит табличка бомбоубежище. Но там мусор, там антисанитария, там или торговля, или ресторан, часть. У меня вот там кафе. А это вот какие здания для алма-атинцев? Ну, наиболее известные. Все, до 60-х годов. Все, что построено до 60-х. Ну, давайте известные. Вот дом правительства бывший тоже, который уже построили второй дом правительства. На старой площади. На старой площади. Да. Забыла, ратушный, не помню, архитектора. Вот. Дом правительства, там прям серьезные подвалы очень серьезные. Там можно спасаться оперный театр, там можно спасаться все эти улицы, вот на Панфилово эти здания старые, Абвайхана, все эти здания. Вот тот же снесенный Мира 115, снесенные здания Мира Кирова, знаете, когда мы были, защищали эти дома. Это как раз вот там Мира Кирова. Да. Ну, тот дом, который построили. Да. Это который вот так торчит. На Мира Кирова. Как зуб лошадиный. Ну, да, можно так сказать. Очень странная постройка. Я считаю, что заказчика сильно, я сказала бы, как как у нас любят говорить, развели, да? Обманули, скажем так. Да. Его развели там все, буквально. Все, кому не лень, честно. И девелоперы, там, я не знаю, кто там был, архитектор, дизайнеры, вообще все. Я специально сходила, посмотрела это здание, это очень странное здание. Он совершенно попал с этим зданием, оно полупустое, до сих пор многие помещения пустоют. Алматинцы его игнорируют. Но там очень бетонные, там все железобетонно построено, очень по толстой стены. То есть, по сути, это бункер. Я не знаю, есть ли там подвалы, но, скорее всего, это здание тоже теперь выдержит. Ну и все, в общем, сталинские здания, то, что вот все эти квартальные застройки в центре города, да, если будут подвалы. Там есть дворы, куда можно бежать в случае землетрясений, когда дома будут падать. Там есть место сбора, почему нельзя там уплотнять ничего больше. Вот, эти дворы, это спасение. Эти большие дворы внутренние. Помните, здание на такой тоже большой комплекс Абвайхана, Виноградова, Кабанбай, нет, Кирова, Не Кабанбай, а... Бугенбай? Бугенбай и Батыра. Бугенбай, да. И Виноградова, и Жельтоксан с той стороны. Это вот большой комплекс. Вот все такие большие вот эти дворовые системы, они достаточно крепкие, и вот они строились, там есть безопасные места при землетрясениях. И у них есть у всех подвалы для бомбоубежищ. По поводу, то есть, мы сказали про сталинские дома. Про сталинские, что они выдержат. А дальше идут временные дома 60-х годов, которые строили временно... Хрущевки. Так называемые хрущевки, которые были рассчитаны на то, чтобы просто большое количество людей разместить быстро. И это хрущевки, это панельки, и есть и кирпичные дома, но такого быстрого строения. там не очень хорошие подвалы, в этих подвалах невозможно будет переждать. Наверное, часто чувствовали, вот так проходишь, они пахнут, они такие неглубокие. Вот, у них эти подвалы не предназначены ни для бомбоубежищ, ни для землетрясения. В них ну, про панельки я вообще не говорю. Все панельки, если мы возьмем Украину, все панельки, в которые попадало, были разрушены. Они сложились просто. Да. Это небезопасное жилье. Дальше мы говорим про 70-е, уже 80-е года. Это уже модернизм. В Казахстане алматинский модернизм. Знаете, да, хорошую книгу вот эту увидели? Московскую выпустили. Да, гараж из дома. Большой респект, ребята, того, что вы сделали. Вот. Вот эти все дома. Это очень хорошие дома. Они выдержат. Они очень продуманные. У них хорошие подвалы. Ну, например, какой дом, чтобы представили люди? Вот все, что вы найдете в книгах, в этой книге посмотрите. Давайте начнем. Очень я обожаю музей Костеева. Ага, да, да. Как вот самый, может быть, яркий пример, да? Да. Как раз модернизма алматинского. Не дай бог, нельзя смеяться. Об этом, но придется бежать, я побегу в музей Костеева хотя бы с картинами, там, можно по соседству спасаться. А там что с подвалами? Прекрасные подвалы. Музей Костеева, да? Хорошие, крепкие подвалы. Ага. Вот. Что еще? Вот я не знаю, есть ли там подвалы, если честно, вот не изучала, но одно из моих любимых зданий это Коржемпа, это кинотеатр Арман. Ага. Вот. Насчет подвалов не уверена, но здание прекрасное. И там нет окон. Там есть, правда, вот этот второй свет, они сделали фонарем его, но там не было раньше этого фонаря. Вот. Это был внутренний двор. И да. Ну, здание довольно крепкое, так скажем. Ну, если это не в фонарь попадет. Ну вот, и таких зданий очень много. В 80-е годы тот же испорченный напрочь, в принципе, потерянный, как здание дворец Ленина. Дворец республики сейчас. Сейчас это дворец республики, да. там тоже, я думаю, очень хорошие подвалы. Вот. И какие еще? А испорчен почему? Прежде всего из-за реставрации крыши? Да. Из-за полной реставрации. Стены, ну, там сняли ракушечник, ну, поставили дешевую вот эту отделку. Ну, вообще все потеряно. как ГС говорит словами, там, все пропало. У шефа все пропало. Вот. Вот. Ну, и в 80-е годы это очень много зданий. Допустим, очень обожаю наш базар. Вот. Там тоже были подвалы. Я думаю, что там есть и бомбоубежище. На зеленом базаре? Зеленый базар. Вот. Ну, и... Но есть более такие крепкие здания. Все-таки зеленый базар это же общественное здание. Там есть еще внутри как бы пространство, куда может попасть. Ну, если мы говорим о бомбежках. Если мы говорим о землетрясении, это прекрасное здание. Вот. Если там рядом прямо вот напротив много хороших зданий. Прямо напротив зеленого базара. старое здание. Тоже такой модернизм 80-х годов. Прямо прекрасный. Вот. Так что... Там кондитерская фабрика была. Да. Да. Возможно, это тоже безопасное здание. Точно не могу сказать. Вот. Ну, и дальше, что? После этого уже пошел хаос. Да. Я как раз хотел спросить, что будет, например, и при землетрясении, и при бомбежке с вашим любимым Нурлутау. То есть, выдержит этот объект или нет? Сразу говорю. Любимым, в кавычках. Чтобы все понимали. А то реально... Нет-нет, я просто... Мы тут недавно поспорили с двумя очень мной уважаемыми архитекторами. Они говорят, нет, нам Нурлутау нравится. А что там может нравиться? Я не знаю. Ну, окей, что же не будет? Все будет плохо. Во-первых, это сплошное остекление. Во-вторых, это некачественное остекление. Это строилось в тот момент, когда не было качественного остекления. Вы видели, там падало стекло, попало, чуть не убило девушку, да? Я специально посмотрела фотографии, потому что мне было очень интересно, как падало. То есть, если стекло каленое, оно, знаете, рассыпается в миллионы разных осколков, оно поранит, но не убьет. Вот. А не каленое стекло, оно летит, как гильотина. То есть, это просто... То есть, летающие гильотины. У меня там живет несколько друзей, и я им всегда говорю, будет дым-то, не бегите на улицу, не бегите на улицу, бегите внутрь здания. Внутрь, в помещении, так называемое, со второй стеной. Да? Подальше от окон, подальше от разлетающихся вот осколков. Это туалеты, коридоры, там, где есть вторая стена от окна. Да. Вот. Ну, никто не успеет выбежать из этого здания, поэтому бежать оттуда не надо, надо бежать внутрь. Ну, оно металлическое, то есть, там, конструкции, металлоконструкции, шансы есть. Вот. Поэтому, но вот такое остекление очень опасно. Вот. Особенно, если оно некачественное. Напротив стоит качественное здание. СОМ построил, проект СОМа, тоже сплошное остекление, но там уже другие конструкции, другая подвижность, там другие стекла, там все. Вы говорите про этот комплекс банков? Да. Финансовый центр. Финансовый центр, да. Да. Это другое здание. Оно более безопасное, но все равно в таких зданиях надо рекомендовать при землетесении или бомбежках бежать от стекла внутрь здания. Внутри там хорошо, безопасно, надо уходить в глубину. И, если есть подвалы, вниз. Если к Украине вернуться, да, то есть, вот, когда совсем в начале война, да, шла, началась, то у погибших российских военнослужащих в вещах находили парадную форму. И один из мотивов был это парад на Крещатике в Киеве, то есть, они собирались за неделю все захватить и провести военный парад. А вот что такое вот Крещатик и вообще говорят центр Киева это такая ведь очень многослойная, да, то есть, культурная ситуация. Вот что такое Киев и его центр, вот, ну, вот, хотя бы в общих чертах, вот, в принципе, для мировой культуры? Ну, сразу встает образ Киев мать городов русских, понимаете, да, то есть, это реально самый ценный город с точки зрения славянской культуры. Русские бомбят Киев мать городов русских, понимаете, в ужас в чем. Молодцы. Но, вчера мне сказала моя подруга казашка очень такую ценную вещь в плане что вы когда говорите о ужасе войны, вы говорите о том, что страшно, что вот брат пошел на брата. Ну, то есть, многие защищают эту войну с точки зрения, что это братья славяне. Ну, то есть, типа, а если это были чеченцы, вот все молчали, а если вот сейчас они пойдут на Казахстан, будут все, то есть, это уже не так, не все будут защищать, даже те, которые, типа, сейчас. я понимаю ее точку зрения, но да, она, конечно, но это действительно страшно, что да, я понимаю вот этих славян, которые в ужасе, да, они, может быть, не так относились к Чечне или не так отнесутся к Казахстану, но для них это страшно, и, а для меня, как для архитектора, есть просто такие центры цивилизаций, да, и эти центры, ну, когда, помните, в Афганистане бомбили вот эти скульптуры в скалах, да, буддистские, да, это, уничтожили талибы, да, это было, ну, это все, это, это целый пласт потерян, это, вот, это уже, ну, никогда не восстановить, не, все, это просто, ну, это как будто бы, ну, если вот там, у человека отрезали что-то, у человека много пальцев рук, там, да, то есть, ну, это вот, у человечества отрезали просто пласт, это ужасно, это расчеловечивание, и это варварство, да, это то, что, кстати, варвары, в общем, как оказалось сейчас в истории, в общем, не были такими варварами, как то, что мы видим сейчас, вот, то есть, их вообще-то зря обидели, на самом деле, этих варваров, но так летописи, так летописи сложились, что теперь их имя стало нарицательным, вот, да, это вот потерянный пласт, и то же самое, Киев, не дай бог, если разбомбить, потерять Киев, это будет очень невосполнимая для славянской культуры, невосполнимый пласт, просто, это будет страшно. Есть еще, ну, там, Ирак, это была колыбель цивилизации, и когда говорят, что, что вы ничего не говорили про Ирак, все мои друзья в Америке выходили на митинги, демонстрации, просто их никто не арестовывал, их никто не садил, даже на 15 дней, они боролись все, как могли, мы все были, и мы переписывались, возмущались, собирали деньги, не знали, как помочь, но Ирак, это тоже колыбель цивилизации, даже вы должны понимать, вот Ирак, это еще раньше, чем все остальное, это колыбель цивилизации, с этого все началось, и я вот при первой возможности полетела в Иран, и понимая, что это страна под санкциями, но я очень хотела посмотреть, потому что я боялась, что, не дай бог, будет война в Иране, и если мы потеряем, мир потеряет Тегеран, это просто страшно. Вот. И как уже то, что потеряли музеи Ирака, это невосполнимо, поэтому так больно смотреть на то, что был разбит музей Куинджи в Украине. Вот. Поэтому, что такое Киев? Киев это один из славянских центров, невосполнимо, с такой богатейшей культурой, там просто, я не думаю, копать, не перекопать, это просто все слоями, 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 все с Древней Руси до сегодняшнего дня. вот. И Крещатик это центр, это сердце Украины. Для, я не знаю, как для всех, ну, если сравнить, может быть, все время я сравниваю для ломатинцев, чтобы вам в Казахстане поняли, мы здесь, мы локально сейчас говорим для наших людей, чтобы они понимали. я не знаю, что, с чем сравнить. Ну, вот и весь наш золотой квадрат, Тулебайку. Но по уровню архитектуры Тулебайка это 70-е годы, и это все можно восстановить. Понимаете? Это, ну, в смысле, тут я, если мы говорим про архитектуру, потому что, ну, потому что на самом деле все, конечно. Когда вы меня сказали, что вы хотите поговорить про архитектуру, потому что даже я, архитектор, сказал, ну, к черту архитектуру. Главное, люди. Вот, страшно. Люди то, что нельзя восстановить, то, что нельзя будет вернуть. А вот архитектуру, ну, давайте, если говорить в другую сторону, вот мне вот на самом деле я понимаю, что Мариуполь, все эти города уже не восстановишь большую часть. То есть, ну, в смысле, не восстановишь в том виде, каком они были. Вот. Но если вернуться, как восстанавливали, много же примеров мировых, как восстанавливали города после войны Второй мировой. Немецкие города, российские города, украинские города, Польшу. Это очень хороший пример, как восстанавливали Польшу. Вот. И это разные, разные принципы восстановления. Я сейчас, просто чтобы не думать об этих разрушениях, я стараюсь думать о том, что надо делать, когда война закончится, как надо восстанавливать эти города. И перебираю в уме постоянно, как восстанавливалась Польша. Для Польши было очень важно. Они пытались восстановить все прямо в историческом контексте, прямо там до последнего кирпича. Надо ли делать так, допустим, с тем же Мариуполем? Я не думаю. Тут мне кажется, нужно идти другим путем. Ведь у Польши очень трудная история. Вы знаете, им для самосохранения нации было очень важно это. Потому что туда-сюда их кидали по-всякому. И когда Польша стала Польшей, несмотря ни на что, несмотря на то, что они были в этой зоне соц. стран под влиянием Советского Союза, польские архитекторы, польский народ кинули все силы на методичное восстановление. Не все города мира так пошли. Допустим, немецкие города, те, которые оказались со стороны ФРГ, и те, которые оказались со стороны ГДР, они в общем разным путем пошли, но принцип один. То есть они постарались, даже ГДР постарались восстановить вот эти градообразующие здания. Они сохранили все, что они не могли сразу построить. Они, вы знаете, вывезли за город и законсервировали. Вот эти прям детали, кирпичи, они просто законсервировали. И очень для них это было очень важно, чтобы это не потерялось. Там велась очень кропотливая работа. вот. И вопрос сейчас, как восстанавливаться? Потому что я для себя решила, чтобы вот эта боль не мешала тебе сейчас жить и работать. Я стараюсь направить в такое русло позитивное, что мы договорились с друзьями, архитекторами. Многие из моих друзей, коллег сказали, мы поддержим, поедем с тобой. Мы договорились, что мы поедем в Киев, в Мариуполь, я не знаю, какие города, в Харьков, конечно, восстанавливать. Ракеты падают сейчас на Одессу? В Одессу я не знаю, куда. Архитекторов, я думаю, таких много, которые так думают. И я думаю, что мы не только здесь, по всему миру. Так что, я думаю, многие архитекторы со всего мира, строители поедут восстанавливать Киев, Украину, не только Киев, Одессу и все, что можно. И просто будут уже связываться между собой, делить возможности. У нас у каждого разные специализации, разные бэкграунды. уже там будет видно, кто куда поедет. Я думаю, что надо сейчас создавать такие группы международные архитекторов, уже сейчас обсуждать, что мы будем делать. Я считаю, что вот эту боль надо сейчас перенести и сразу визуализировать вот это будущее, как мы будем делать и что мы будем делать. И по какому пути мы пойдем. потому что у каждого города свой характер, свой путь. И если в Мариуполе нужно будет подойти вот, я думаю, таким образом, то, допустим, в Киеве, в Одессе совершенно другим. Вот. И сейчас уже нужно создавать такие группы. Мы сейчас с друзьями из Киева, из Харькова обсуждаем. У меня есть друзья в Германии архитекторы, в Штатах, которые хотят помогать. И мы обсуждаем, сейчас анализируем, что можно делать и как мы можем это делать. И по какому пути идти, какие планировки нужно сохранять, какие не нужно, что нужно делать. Ну, вот так. То есть сейчас нужно об этом думать. И при этом сразу думать. Знаете, о чем думают украинские архитекторы? Они думают, что как в Чечне, даже если они сейчас смогут отстоять Украину, что несмотря будет ли Путин или не будет, вот этот реваншизм сейчас русских людей, которых прокачивали с 2014 года, даже, я думаю, раньше с 2012 года, вот этот реваншизм, который в них сидит, что будет, возможно, будет вторая война, как было в Чечне. И они думают сразу о том, что нужно строить вторые стены в квартирах, о том, что нужно делать какие-то дополнительные укрепления, о том, что надо перестать строить стеклянные дома, полностью стеклянные, о том, что простое строительство, они думают о подвалах, о гаражах, что гаражи очень хорошо себя зарекомендовали, вот эти первые, вторые этажи, что надо строить вот так. То есть они сейчас думают уже с практической точки зрения. И мы это обсуждаем. Какие дома выдержат бомбежки. То есть они уже думают о новом строительстве с точки зрения возможных бомбежек. Они думают о новом строительстве с точки зрения следующей войны. Да. это примерно как Израиль. Вы знаете, да? В Израиле у каждого есть вот эта комната, я забыла, как она называется, у них прям есть специальное название для этой комнаты. Там специальная вентиляция, металлическая дверь, там нет стекол. Ну, в общем, это прям там специальное укрепление на стенах. Украинцы думают сейчас об этом. Но те, с кем я разговаривала, они думают об этом. и вот мы прям обсуждаем это. Я им рассказываю с точки зрения, мы говорили с точки зрения, мы как укрепляем для землетрясений, но с точки зрения бомбежек, это тоже актуально. Да. Ну, и, конечно, если думать о хорошем, новое строительство, оно должно быть экологичным, зеленым, да, то есть уже правильно построено с точки зрения инклюзивного подхода, о том, как правильно, что сразу надо строить сразу, то есть вот Мариуполь, я думаю, что надо строить сразу, как город будущего, город новой, процветающей Украины, а я уверена, что эта страна будет процветать, это будет новым центром, и тогда надо строить так, что это вот будет, не надо оглядываться уже на историческую часть, Мариуполь, ну, может быть, какие-то отдельные здания восстановить, но в целом... Это же еще и порт, это же еще и портовый город. Городом будущего, зеленым городом, экологичным городом, городом с новой правильной планировкой, самая новая и правильная планировка, которая есть в мире, это доказано всеми уже городами, это квартальная планировка с невысокой этажностью, максимум до 7 этажей. Портовый город должен выглядеть именно так. Квартальная этажность с плотностью до 350 человек, там, 330, ну в общем, ну не больше короче вот этой цифры плотностью населения на гектар. Вот. И сразу эти дворы и кварталы сделать правильно с ориентацией, с местами, с подземными гаражами, с укрепленными стенами, с подвалами ниже нуля. Ну в общем вот. может быть, с какими-то, если там мы думаем о экономичном строительстве, тогда нужно думать о том, что делать какие-то общие бомбоубежища, как было раньше, как строились вот 50-60-е годы. Это были общие бомбоубежища, большие. Помните стрелки, бомбоубежища там, все знали где. Я говорю, вы знаете, что архитекторы, дизайнеры, строители сейчас без работы, у них нет работы. Даже в тех городах, в которых они как бы, которые действуют, работают. у этих людей нет работы, у моих коллег нет работы, поэтому мы сейчас ищем для них проекты здесь. И вот я надеюсь, мы связываемся с архитекторами, я работаю с архитекторами во многих странах, и мы сейчас разговариваем о том, чтобы найти им какую-то удаленную работу. Уезжать они не хотят категорически, но удаленно они могут работать. И украинские архитекторы очень хорошие архитекторы. Очень. Там очень много прям отличных с хорошей школой ребят, которые готовы прям работать. И я надеюсь, как только они тоже так же сидят сейчас и думают, что они будут делать, когда война закончится. Если не. Когда война закончится. и я думаю, они думают сейчас о том, какое дешевое строительство. Нужно будет очень много дешевого строительства, но надо не сделать ту ошибку, которую сделали в 60-х, после войны. Понастроили вот эти панельки. Нет. Дешевое строительство это не значит плохая архитектура. Оно может быть и хорошим, прекрасным. это будет расцвет недорогих вот этих быстро возводимых счетовых домов, которые надо будет дешевых построить, но очень много хороших таких домов. Очень много. Вот Германия лидер в таком строительстве. Я думаю, здесь очень поможет. Немецкие архитекторы очень помогут. Таких домов нужно... Можете себе представить? Три миллиона людей уехало? Уже больше. По последним данным уже пять миллионов человек за границей. Мы считали примерно так, что три миллиона уехало сразу, два миллиона вот таком уехало, так скажем, не совсем уехало. Но внутри страны три миллиона человек переместилось внутри страны. Ну, если считать, сколько людей жило в Мариуполе, в Халькове, ну, то есть нужно будет построить огромное... Ну, я не говорю про Бучу, это ведь, можно сказать, спальный город. Да? Нужно будет... Ерпень... Нужно будет построить огромное количество быстро возводимых, легких, одна-двухэтажных, максимум, трехэтажных зданий. Я начинала рассказывать вам про Крайсчорч, город, который был разрушен в начале двухтысячных, в середине, может быть, двухтысячных годов, было разрушительное зимнодесение, которое, если не уничтожило весь город, возвращаться в уцелевшие дома тоже не было возможности. Можете представить уровень шока людей, которые потеряли не просто свое жилье, они потеряли среду, то есть город целиком, то, что сейчас случилось, допустим, с Мариуполем. И люди, находясь в таком состоянии шока, понятно, что это было очень угнетенное состояние. И вот туда пришли девелоперы, международные организации, банки развития, стали давать деньги. И было решено сделать вот это социальное проектирование, это вовлечь людей в строительство собственного города. То есть это, наверное, такой первый пример, когда людей спрашивали, как вы хотите, чтобы ваш город выглядел? То есть были такие опросники, анкеты, люди участвовали, люди приходили, там были собрания, в общем, множество вариантов вот этого соучастия. и вот как оказалось, это изменило психологический настрой горожан. Они то есть вот это видение, да, то есть когда ты смотришь и думаешь все пропало, перенеслось на то, что мы построим новый город, он будет еще лучше, безопасней, и он будет, и люди стали представлять, какой город они хотят видеть, какой город мечты они могут построить. И вот эта энергия, она ушла вот туда, и вот эти все замеры, да, вот знаете, да, есть замеры состояния психологического людей, там, стресса от нуля до десяти, я там, да, то есть он снизился колоссально, понимаете? И почему я этим занимаюсь, потому что я просто в это верю, я свято верю, что если я вот сейчас буду с вами делать вашу, не знаю, квартиру или дом, и если я буду вас вовлекать в строительство вашего дома, буду рассказывать, мы будем с вами обсуждать, как это будет выглядеть, и правильный архитектор настроит человека очень правильно, вы не будете нервничать, вы будете наоборот, вам там будут сниться ваши комнаты, Жанна, я хочу вот так сделать, я хочу вот так, а давайте, то есть правильное вовлечение, но почему нужен архитектор, который будет вести вот эти соучастные социальные проектировки, потому что он дает правильные рамки, конечно, мечты могут немножко улететь за законодательство или за какие-то там, или там цены, там, да, еще что-то, вот это вот, и там был такой момент, когда оказалось, что все жители этого города, большинство хотят, чтобы город был невысокий, они говорят, пять этажей, и все, мы не хотим больше. Но вот это как раз вопрос модерации, да, когда, но девелоперы, они говорят, мы же деньги вкладываем, мы тут прям, нам не выгодно пять этажей, нам нужно двенадцать, девять, меньше мы их строить не хотим. тогда Акимат, мэрия Крайс-Чорча заказала исследование, сколько выгодно построить этажей, ну, в смысле, сколько этажей должно быть, ну, чтобы это оправдывало вложение, да, и оказалось шесть. На то мы решили, потому что соучастное проектирование это и социальное проектирование, это про договоренности, то есть никто не может получить сто процентов желаемого, да, то есть мы, каждый из участников этого процесса должен пойти навстречу другому. Девелоперы пошли навстречу, согласились шесть этажей, люди пошли навстречу и согласились в шесть этажей. Вот. То есть такая получается архитектурная психотерапия и архитектор как идеальный коммуникатор. Конечно. Он находится в центре и он в конечном счете стремится к тому, чтобы все со всеми договорились. Но вы знаете, да, ну, говорю, у нас разные специализации, вот я занимаюсь соучастным социальным проектированием, потому что мне это получается. Потому что я очень люблю психологию с детства и я хороший коммуникатор. Поэтому тут важно, не все архитекторы могут заниматься социальным соучастным проектированием. Меня многие мои коллеги зовут и говорят, мы не можем, мы не можем просто их слышать, они хотят то, они хотят это. вообще просто нам хочется их посылать сразу вслед за кораблем, понимаете, но то есть это надо уметь делать. Да, это нужно уметь разговаривать и договариваться. Это вопрос модерации. Особенно после войны. Особенно. Когда люди пережили такой уровень стресса, единственное, я думаю, что самое правильное это дать им мечты. Правильные мечты. Увидеть этот город будущего. Давайте отстроим Мариуполь заново. Это будет лучший город в мире. Лучший. Мы можем ввести туда все самые прогрессивные виды строительства. И это не значит, что дорого. Это просто значит, что правильно. Понимаете? Это значит квартальная застройка. Ну, да, вот центр Алматы почему здесь хотят все жить? Вы также, наверное, видели Барселона, Манхэттен в Нью-Йорке, Чикаго, центр Чикаго и центр Вашингтона. Почему они такие привлекательные? Лучшие города в мире и самые привлекательные имеют квартальную застройку? Она учитывает что квартальная застройка? Масштабность. Масштабность. Розу Ветров. Все. Она учитывает все. Во-первых, квартал, есть такой психологии архитектуры. То, что, наверное, там, я не знаю, у каждого народа это было свое. Китайцы в какой-нибудь фэн-шуй, вот это все. Это тоже, это не глупости на самом деле. Оно как-то там, ну там, то есть на нас были, есть нанесения вот эти эзотерические какие-нибудь лягушки золотые там. А в целом там есть очень правильные разумные вещи. То есть, вы знаете, что в первых высотках китайцы отказывались жить. Прям не покупалось, не продавалось такое жилье. Да? Потому что там по фэн-шуй у них там близость земли это тоже очень важно. Но если мы говорим о науке, а не каких-то там, если говорим, то есть есть такое восприятие. То есть люди воспринимают то, что они видят. Вот у меня плохое зрение, но я вижу то, что происходит там за окном примерно на расстоянии вот того дерева. По сути, если мы возьмем в метрах, это пять-шесть-семь этажей. Это то, что хорошо воспринимается человеческим глазом. Все, что дальше, это уже не... Я не противник сразу, я архитектор, я не могу быть противником высотного строительства. Это тоже другая крайность. Но мы говорим о человекоцентричных домах. просто я сторонник такого функционального экологичного строительства. И это про невысокое жилье. Максимум семь этажей. Ну вот здесь как раз же ситуация влияния государства или отказа от тотального влияния государства на архитектуру и на жизнь людей. То есть одно дело, когда государство никого не спрашивает и строит так, как считает нужным, а вы уже живите. И другое дело, когда... Вот современный подход, правильный подход с точки зрения психологии, с точки зрения всего. Вот представьте, я сейчас пришла ремонтировать вашу квартиру. Вот вы сидите на кресле, я захожу со строителями и говорю, вот эта стена будет вот так, вот эта вот так, вы сидите и говорите, подождите, Жанн, почему вы меня не спрашиваете? Я тут, я хозяин квартиры, почему вы меня не спрашиваете? Ваше мнение мне неинтересно, я лучше знаю, вот здесь будет вот так. Как вы будете себя чувствовать? Ужасно, правда? То же самое, так же чувствуют себя горожане. Здесь, в Алмате, ну, и в любом другом городе, где у нас вот такое отношение авторитарное к людям никто их никогда не спрашивает. Они говорят, мы лучше знаем, мы же здесь живем, у нас здесь вот такие вот, поэтому, когда я провожу соучастное проектирование, я сразу получаю, во-первых, гражданские, активных людей, понимаете? Это будущие гражданские активисты, которые теперь отстаивают, у меня есть вот кейс парк дружбы, да, Жарокова, парк одноклассников, школьников еще называется, по-моему, одноклассников, это было как, ну, короче, парк дружбы называется, парк южный, вернее, парк южный, да, на Розубаке, вот, вот эти люди стали таким сообществом, они вместе, мы вместе вот это, заложили основу, концепцию этого парка, и теперь они этим парком просто дорожат, у них там страница в фейсбуке, страница в инстаграме, они там в ватсапе, переписка нескончаемая, я просто не читаю даже, потому что невозможно, они, ну, каждый день они пишут, сегодня там то-то произошло, они там, они свой парк оберегают, также жители будут оберегать свой город, свои дома, свои дворы, если их вовлечь в это, если сделать их соучастниками, да, можно так сказать, строительства. Что такое тоталитарная архитектура сегодня? Ну, сегодня такой тоталитарной архитектуры нет, есть вот этот новый, глупый, имперский, дешевый стиль, потому что, если мы говорим про имперский стиль, последний, который был, я его по-другому называю фашистский, но он был везде, то есть это мы то, что говорим, сталинский имперский стиль, гитлеровский имперский стиль, Муссолини, ну, в общем, все, вот эти вот все страны, Испания, Италия, как бы, да, там очень много было вот этого имперского стиля. Это был имперский стиль, который как отражает любой имперский стиль, это подавление личности, да, то есть человек – маленькая букашка, да, ты должен чувствовать вот эту империю, которая на тебя давит. Даже «Звездные войны», помните, там же тоже была империя, они тоже отражали вот этот имперский стиль в фильме, да, ну, то есть сразу художник-постановщик зная, что это такое. То есть человек – мелкая-мелкая сошка, тадам, над тобой уже все нависает. Вот. Нынешний имперский стиль, он пытается, но он глупый, потому что даже вот эти люди, там даже Сталин, даже Гитлер, даже там все, они были, они все-таки были людьми с понятиями, они сделали их, пусть это имперская архитектура, но она качественная, она хорошая архитектура. Помните это знаменитое соревнование, на экспо 30 какого-то года, когда там два павильона стояло, советский павильон, немецкий павильон, друг напротив друга, это вот было первое противостояние вот этих двух империй с точки зрения архитектуры рядом, представляете? И оба здания очень крутые, очень прям, они вошли вот во все аналы архитектуры, там учебники, вот, это были качественные здания. Нынешний имперский стиль исходит из величины этих людей, их внутреннего содержания, образования, их знаний, а это мелкие люди, к сожалению. То есть, ну, кто такой Путин, малообразованный человек? Ну, он образованный, да, ну, то есть, понимаете, я про что говорю, про начитанность, насмотренность, вот эти понимания, вот это, вот этого нет. И, соответственно, нет вот, ну, он и не вкладывался в архитектуру, как Сталин, да, допустим. Поэтому там нет архитекторов таких, которые могли бы отразить этот имперский стиль. Вот первая попытка, это вот этот храм, военный храм, который они сейчас построили. Вооруженных сил. Храм вооруженных сил. Вот. Наверное, это первое имперское здание. Вот сейчас он перешел в другое качество. То есть, до этого это были смешные здания. Очень некачественные, страшные, с точки зрения архитектуры и всего-всего. Это была попытка, вот это вот, позолото, вот это все. Ну, это была мишура. Ну, это глупо. Храм вооруженных сил, он же тоже смешной. Смешной, абсолютно. как будто его, вот, ребенок делал, просто играя в солдатики. То есть, ну, нет, его делали там серьезно, но, опять-таки, это попытка, это не новая архитектура, да, это какой-то, как сказать, ремейк, да, то есть, это как ремейк, там, из, вот этого всего-всего понабрали, и вот это вот, давайте вот это засунем, вот это, вот это, вот это, ну, то есть, такая эклектика вот, но уровень, посыл, настоящей фашистской архитектуры, понимаете, но одно то, что там на храме вместо ликов святых звезды со всеми этими серпами, молотами, да, на то, что там изображен Путин с шойгу, и там со всей их шайкой-лейкой, этажей, это же, ну, ну, вот этот храм, он же построен был до, всего? Да, до войны, то есть, он же вот, после 14-го года, после 14-го года, мы же сейчас понимаем, что он к этой войне готовился, да, то есть, это вот, этот храм вооруженных сил, это что, это квинтэссенция их идеологии, что ли? Конечно. Вот, то есть, их наступательная программа? Конечно. Это вот, все, сейчас, это прям вот, реально, квинтэссенция всего, да. Для меня это было, я когда-то воспринимала, вот я тогда поняла, что все, война будет храм вооруженных сил России. Ну, вот вы представляете, как это звучит? Вот тогда я просто поняла, что все. Вы знаете, да, это там же эти, они сделали вот эту исторические, все, исторические все, о войне кадры, там, люди, там, это же они там сделали. Реконструкцию. Реконструкцию. Там есть про моих обоих дедушек. Это страшно, но там был наш друг семьи, и он прислал нам фотографии. Я могу тоже вам потом переслать. И там, представляете, у меня это было такое двойное чувство. с одной стороны, да, оба моих деда воевали. Один с семь лет ушел на финскую войну, вернулся с японской. Второй прошел всю войну, пять лет. И они оба там. там выходит на экране, их большие фотографии, их путь, который они прошли. все их ордена, свани, они, мои деда, оба были увешаны этими орденами. Всеми, какие есть, наверное, ну, может быть, кроме героев. Мой один дед был герой труда. Вот. Ну, в общем. И я не знаю, как бы они сейчас к этому относились. ПОДПИШИСЬ.